Парламентская оппозиция потребовала заслушать министра образования Анатолия Топала о ситуации в учреждениях сферы просвещения, чьи кассы опустили из-за больших счетов за потребление энергоресурсов. Парламентское большинство отклонило предложение. В то же время в правительстве обещают, что проблему решат после корректировки госбюджета. С системами educacionales в али podиане в обетое акваритое в доме финансирование, системы и дугационал, для того чтобы избить все спеку на этот объект, но и для того чтобы обострировать в том, что в ретикатуре дегута, которые будут в первую очередь, о себе регасширяйство финансирование для того чтобы completать эти дефициты, аж как мы осуществим функционалитет системы и дугационал, по-на-доге лица, С таким же запросом выступила и фракция партии ШОР, которая напомнила, что образовательные учреждения Аргеевского района объявили японскую забастовку из-за опустевших бюджетов, большая часть которых ушла на оплату счетов за отопительный сезон. Оба предложения были отклонены парламентским большинством. Днем ранее премьер-министр Наталья Гаврилица сообщила, что при корректировке государственного бюджета на текущий год будут выделены средства на покрытие расходов школ на оплату тепла и газа. Мы поднимем 1 миллиард декольчиков на фракция публика на энергия. Много более 700 миллионов в этой сумме будут проходить через трансфер с специальной destinацией, чтобы обеспечить фракции увеличивающиеся на фракции институтов. До тех пор, по словам главы правительства, руководители школы и дошкольных учреждений могут перенаправлять ресурсы на оплату счетов или зарплат из других бюджетных программ. Депутаты-социалисты вчера заявили, что из-за высоких счетов за энергоресурсы в учебных заведениях почти всех районов образовался дефицит бюджета, который колеблется от 6 до 10 миллионов леев.